Приветствую вас! И поскольку в ситуации гнева вы живете уже какое-то время, и время, судя по всему, довольно большое, да, то есть достаточно это длительный срок у вас идет в вот такое состояние, да, когда вы бурно реагируете на какие-то вещи, то надо сказать, что сразу вот так вот в ходу вам свое отношение, и свое восприятие того, что происходит, ну, конечно, не изменить, потому что все-таки привычка это довольно серьезная вещь, и вы просто хотя бы по инерции, по привычке еще будете какое-то время позиционировать себя именно так, то есть как человека достаточно вспыльчивого, то есть необходимо действительно найти те, значит, найти те причины, которые заставляют вас так себя вести. и здесь нужно сразу и честно, что основная проблема, которая заставляет вас вот вести себя подобным образом, это некий внутренний конфликт, вот некий внутренний конфликт, который у вас есть, из-за чего вы находитесь в состоянии напряжения, вот вы говорите, да, что получается спокойно, с любовью, да, там, какое-то время себя вести нормально, а потом выстрелает. Так вот, сам факт срыва связан именно с тем, что имеется некий внутренний конфликт, имеется внутреннее противоречие, имеется, возможно, неудовлетворенность собой, своей жизнью, может быть что-то еще, то есть тут нужно именно разбираться все-таки, что именно заставляет вас действовать и вести себя именно так. Но именно противоречие, именно вот внутренний конфликт порождает то самое состояние, которое, которое, собственно, у вас есть. И чтобы определить свет же конфликт, чтобы понять причину, по которой вы все же вот так себя чувствуете, нужно сделать следующее. Необходимо подумать, какие моменты, какие элементы, какие аспекты вас не устраивают, что вам не нравится, что входит противоречие всем, ну, что вы хотите, что вам, что вас, там, привлекает, например, и так далее. То есть, вот это очень важно для вас понять. Но чтобы найти причину, как раз, конфликта, потому что, ну, сама по себе причина, конечно, не найдется, и ее нужно искать, искать. И вот, как раз, поиск противоречия, выявление противоречия, понятия неудовлетворенности, а понятия ваших потребностей, и приведет, в итоге, к тому, что вы увидите, что заставляет вас вести себя подобным образом. Что заставляет вас, что толкает вас на то, чтобы вот так вот себя позиционировать. Конечно, техники релаксации, которые вам рекомендуют, они, безусловно, важны и нужны, от этого нельзя абстрагироваться, но они снимают симптом. они снимают симптом, но не не снимают собственно сами причины. А причины нужно разбирать только в консультациях. консультациях. Причины нужно разбирать только именно в работе с вами, в личной работе с вами, если угодно. Я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. Я думаю, что вы сможете понять причину своих вспышек только тогда, когда начнете действовать именно в контексте противоречий, который у вас есть. Ибо вот по-другому ну нет возможности что-то сделать. Ибо ГНЕС это как бы это проявление, это сигнализирование того, что у вас есть определенная неудоблетворенность и определенный внутренний комплекс. то есть может быть это конфликт с вашими какими-то личностными установками. Может быть это конфликт связан с социальной сферой. Может быть это связано с тем, ну вот как вы там себя ведете, как вы делаете, что вы делаете, как складывается ваша жизнь и так далее. все вот это вам не нравится в глубине души, но вы этого не осознаете, потому что при лекции продолжаете действовать именно так, как было установлено вами ранее. это в таком случае и приводит к данному эффекту. Поэтому вот рекомендую вам в этом направлении подумать, рекомендую вам поразмыслить над этим, что вам не нравится, что порождает напряжение у вас и в этом контексте наиболее близка мне позиция эксперта, который сказал, что именно оценка событий, которые происходят с вами, приводит к такой вот реакции. Оценка событий, личная оценка того, что происходит вокруг нас, напрямую зависит от нашего эмоционального состояния. То есть, например, мы подавлены, если, например, мы грустны, если, например, мы находимся в депрессивном апатийном состоянии, то, естественно, все, что происходит вокруг нас, мы будем воспринимать примерно так. То есть, какие-то радостные моменты мы будем воспринимать довольно индиферентно, а какие-то негативные моменты мы будем воспринимать напротив болезни. И если мы находимся на подъеме, если мы в приподнятом настроении, то, соответственно, те события, которые происходят с нами, они представляются нам в другом свете, в более таком радостном свете и так далее. И вот, нужно сказать, что у каждого такого эмоционального состояния есть свои причины, есть свои условия, есть факторы, которые влияют на их становление. именно эти факторы, факторы становления вашего эмоционального состояния, а также анализ обстоятельств, которые приводят к образованию этих факторов, именно анализ этих обстоятельств с целью как-то их подкорректировать именно вашу пользу именно для того, чтобы вам было легче и нужно работать. Именно в этом направлении. И вы можете в принципе сделать это самостоятельно, вы можете сами проанализировать это все, вы можете ввести дневник, вы можете ввести блокнотик, который там поможет вам в этой задаче, вы можете визуализировать всеми возможными средствами, вплоть до того, чтобы какую-нибудь стену, секретную стену, да, ну или там на работе превратить в такую вот схему, где будет все разложено по полочкам, то есть, чего вы хотите, чего хотят от вас другие люди. но по моему предположению здесь вы просто-напросто потеряли себя, то есть, за своими социальными ролями, которые у вас сейчас есть семья, обязанности, все-все-все-все, вот это вот, вы потеряли за этим, вы потеряли себя, свою личность, вы потеряли свой собственный путь, и вы это осознаете, скорее всего, но, осознавая это, вы испытываете внутренний негатив, потому что у вас нет возможности, по вашему мнению, вернуть себя, вернуть вернуть жертвенность вашего поведения, порождает опустошение, которое приводит к такой реакции, и в этом контексте гнев можно воспринимать как попытку заявить о собственной значимости, попытку как-то защитить этот гнев, это всегда защитная реакция, другой вопрос в том, что защищает гнев, какие установки защищает гнев, вот это нужно четко понимать, и это необходимо оценивать, на этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго, и удачи!